Всем привет! Добро пожаловать в самый первый влог 2023 года. В сегодняшнем видео я хочу показать вам находки, то, что я нашла на свалке-барахолке 31 декабря 2022 года. Первый влог 2023 года с обзорами находок, последний день 2022 года. Оставайтесь со мной, если вам интересно такое, и мы начинаем. Нашла, кстати, очень хорошие вещи. Буду вставлять фотографии, если получится. Сколько такие продаются новые, либо использованные, чтобы вы имели какое-то представление. Я была сама в шоке от некоторых вещей, которые я уже дома начала смотреть. Так, нашла вот такое вот платье. Открытая спина у вас. И фирма этой платьи Mango Suit, размер 4. Mango. Так, дальше здесь у меня The North Face. Я люблю подбирать эту фирму, особенно сейчас, в самый такой сезон. Это размер Medium, и это у нас женский пуловер такой на замочке, полный зип. И сзади у вас тоже есть логи. Здесь есть немножко катышек. Я уже его постирала, но я все равно думаю, долларов за 30, за 35 я такой быстро смогу подать. В этот раз я решила проэкспериментировать и взять вот такую фирму, которая называется Under Armour. Я такую фирму, мне кажется, ни разу не брала. Вот это их лого. Я решила взять, потому что это не просто какие-то там, знаете, шорты для тренировки и так далее, а вот именно ходи. И я посмотрела на eBay, то есть они продаются за 20-25, в принципе, долларов. Поэтому я решила взять, попробовать. Я нашла их две. Одна вот такая простая. Здесь впереди у вас есть лого. И у меня есть еще одна от этой же фирмы. Только здесь написано Freedom. У вас есть американский флаг. И у вас есть на спине также американский флаг Freedom и значок этой фирмы. Вот такие две крутые ходи. Это размер Extra Extra Large. Это мужские, но это, конечно же, можно использовать как юнисекс. Так. Нашла две пары штанов. Я думала, что они винтажные, потому что это фирма Nike, потому что здесь такая более, знаете, старая этикетка, скажем так. Я нашла вообще четыре таких штаны спортивные Nike. И я решила... Там мальчик ходит постоянно на свалки-бархолки. Он мне постоянно тоже отдает какие-то вещи, если он находит. Он уже знает, что я ищу. И иногда... Ну, не иногда, когда я нахожу что-то... Он винтажное собирает что-то винтажное. Я отдаю ему. Я решила отдать ему две пары. Я оставила две себе попробовать. Это просто такие вот спортивные штаны. Здесь у вас сбоку написано Nike. Ну, я думаю, это где-то из девяностых. И вот такие же точно черные. Здесь написано на Nike. И сзади у вас есть карманы. Они одинаковые модели, просто разных цветов. И это у нас размер Latch. Вот он. Значок такой. И также здесь снизу у вас есть замочки. И вы можете расстегнуть на всю... Нет, не на всю. Где-то вот до сюда. Это расстегивается. Вот так вот. Так что посмотрим, за сколько я такие штаны смогу продать. Так, дальше что у меня здесь есть? Дальше есть Armani Exchange. Размеры Extra Latch. Это мужская рубашка. С пуговичками. Здесь у вас на кармане написано Armani Exchange. Такая с коротким рукавом. Долларов за 20-25. Я планирую ее выставить. Так, здесь у меня парочку детских вещей. За дорого. Я не думаю, что я смогу их продать. Но все равно первая, значит, вот такая вот... То ли курточка, то ли просто какой-то, знаете... Как говорится. Ну, жакет. И фирма называется Weatherproof. Долларов за 12-15. Я хочу попробовать продать вот такую вот курточку. Детскую. Размеры здесь не вижу. Скорее всего, что внутри... Найду его, я думаю, годиков на 3, на 5, возможно. Так, здесь у меня... Тоже вот такая фирма. Первый раз я ее вижу. Взяла попробовать на 12 лет. Фирма называется... Bu... Glow. Буч. Я не могу протек декор. Видите? И вот их лого, я так понимаю, это более такая дорогая фирма. То есть, такой я, возможно, попробую продать долларов за 20. Так, движемся дальше. Дальше я нашла лаки бренд размер Extra Latch. Знаете, что я люблю подбирать эту фирму. Это у нас футболка-платье. Такое защитного цвета. Если вы помните, то где-то месяц назад я находила точно такую же футболку. Точно такой же расцветки. Может быть, она была не коричневая, а синяя. Но я ее не смогла привести в порядок, потому что там было такое жирное, жирное, какое-то непонятное пятно. Насквозь просто. Я ее стирала, я ее пыталась привести в порядок, но пятно это никуда не уходит, к сожалению. Поэтому я ее выбросила. И вот вчера я нашла вот такое платьишко. Здесь у вас нет, разрезов нет. И такое я хочу выставить, но долларов за 25. Так я его точно буду выставлять. 25-30, я думаю. Так, что у нас дальше? Дальше у нас платье. Платье сарафан. Оно такое длинное, прямо до пола. Фирма называется Nux Rose. Размер небольшой. Я помните, я говорила, если размер маленький, medium. Простая какая-то кофточка. Я пытаюсь не брать, но вот такое вот необычное какое-то расцветки, знаете, какой-то морской воды, либо неба. Платье я решила взять попробовать. Долларов за 20-25, я думаю, я смогу его продать. Так, очередной худи. Но это уже фирма Abing Chrome Bill & Fitch. Размер medium. Думаю, что она женская. Здесь у нас есть лого Abing Chrome & Fitch, она Нью-Йорк. Такую я вот ставлю долларов за 20, я думаю. Так, движемся дальше. Такая вот замечательная женская блузочка, которая по ошибке была постирана только что со всеми вещами. Но хорошо, что ничего с ней не стало. Фирма называется Ted Baker London. Сзади у вас есть такая пуговичка. Размер один, я не знаю, как у них по размеру, но по-моему, знаете, примерно размер medium. И вот здесь спереди вот это вот можно как-то завязать, наверное. Либо просто так. Ted Baker тоже такая недешевая фирма. Скажу, у меня было пару вещей. Платье какое-то долларов за 40 я продала. Так, вот эти две вещи. Просто обожаю их. Это винтаж. Это винтаж. Это хорошая, качественная ангорка. Смесь с шерстью. Просто нереально. Так, вот такая вот первая, значит. У меня была точно такая же, только черная. И фирма называется E-Sprint. Вот точно такая же черная. Она продалась так быстро. А здесь фиолетовая. Я ее выставлю долларов за 30, как минимум. Я больше не хочу. Дешевить в этом году. Дешевить я не буду. Хватит. Так, и следующая вещь. Получается, что спереди у вас вот таким образом. А вот этот вырез, я так понимаю, что он идет сзади. Почему я так думаю? Потому что здесь идет логотип. А логотип идет обычно сзади. То есть, скорее всего, что-то вот так. То есть, на спине у вас будет вырез. Хотя можно и так, и так носить. Но если вы оденете спереди, вы увидите, что у вас есть вот эти вот шуи от лого. Фирма такую, я не знаю, называется Michael Carey. Размер Small. Здесь есть также ангорка. Какая-то шерсть. В общем, все самое лучшее намешано вот в этих двух вещах. А цвета какие? Посмотрите на эти цвета. Это просто... Так, что я здесь вижу? Какое-то коричневое маленькое пятночко. Ну, я думаю, что я вас могу оттереть. Очень-очень приятные на ощупь. Такие мягкие-мягкие. Так. Дальше. Рубашка от фирмы Denim & Supply by Ralph Lauren. Люблю эту фирму. Такая вот она прозрачная, женская. У меня тоже было пару вещей от этой фирмы. Пару рубашек. Какое-то платье. Все уже давно продано. Я давно не находила ее. Вот я нашла. Я очень-очень довольна. Так. Вот это футболка от фирмы Zara. Тоже такая яркая, солнечная. Мне прям такая нравится. Zara. Размер Latch. Женская. Вот здесь вот есть какой-то логотип. Написано на Digital Expression. Это 100% хлопок. Приятный вот такой вот кислотный цвет. Но мне нравится. Футболка. Может быть, я ее оставлю себе? Посмотрим. Так. Что у нас следующее? Следующее у нас Tommy Bagama. Размеры Extra Latch. Это мужской свитер. Пинек. Спереди вид. И вид сзади я вчера нашла. Пару вещей от фирмы Tommy Bagama. Одна это вот. Этот свитер был до этого. Прежде чем найти свитер, я нашла такую поло-шорт мужскую. Знаете, такая классическая поло-шорт от Tommy Bagama. Такая обычно продается долларов за 25-30. Но, к сожалению, там были такие желтые пятна, которые я не смогу отстирать. И поэтому я ее решила оставить. Но я долго не расстраивалась. Потому что сразу же потом я нашла этот замечательный цвет. Детская курточка от фирмы The North Face. Она у нас двухсторонняя. Ее можно вывернуть и носить с другой стороны. Здесь написано. Также есть лого. И здесь она фиолетового цвета. Она как новая. Просто в идеальном состоянии. И такая курточка на три года. Там внутри есть лого, написано на три года. Так. За сколько я хочу ее продать? Ну, долларов за 20. Она слишком маленькая. Была она больше размера. Тогда больше было бы денег. А так я не думаю, что я много из нее могу получить. Так. Вчера мне повезло. Я нашла две вещи от своей любимой фирмы. Которая называется Airy. Почему она моя любимая фирма? Потому что она хорошо продается. Вот такой вот классный свитер. Это у нас размер Small. Немножко мне нужно его побрить. Привести в порядок. И так он просто идеальный. Ну, я долларов его за 30 выставлю. Говоря о фирме Airy, я все равно что еще одну фишу. Это вот такая юбчонка. Абсолютно новая. С этикеткой. Так. Обратите внимание на эту юбку. Если вы помните, какое-то время назад я находила платье. Платье в магазине Гудвилл в обычном. Я за него заплатила 15 долларов. И продала буквально через два дня или в тот же день. Точно так же была сделана не из платья. Точно такой же материал. И сверху вот такие у вас какие-то там рукавчики были. Вот. Такие вот дела. Дальше. Потом я нашла точно такую же юбку. Но только она была с какими-то цветами, расцветками. Но она была не новая. Тоже продалась быстро-быстро. И сейчас я нашла такую же юбку. Размер латч. Абсолютно новой с этикеткой. 49,95. И я ее выставлю долларов за 35. Тоже дешевить я не хочу. Потому что я знаю, что эта фирма такая. Вот именно этот стиль. Эта юбка. Продастся быстро и хорошо. Так. Далее. Нашла вот такой вот женский blazer. Он такой более короткий. Фирма. Значит. Называется студия. Сьют студия. Размер 16. Я решила его взять. Потому что он такой более такого большого размера. Я не смог какой-то. Латч. Получается. Экстра латч. Долларов. Не знаю. Долларов за 20-25. Я такой попробую продать. Так. Что здесь у меня еще есть? Здесь есть у меня вот такая вот курточка. Она не кожаная. Это кожзам. Фирма называется Max Studio. Размер small. Она просто в идеальном состоянии. Таким вот образом она в лосаде сделана. И я такую, наверное, выставлю примерно долларов за 30-35. Новая она. Недорогая. Меньше 100 долларов стоит. Так что мы стоим за 35. Предложат 30. Прямо. Прямо их предложение. Так. Вот эта вот вещь вчера меня очень сильно удивила. Фирма называется Wool Rich. Обратите внимание на фирму. Такая хорошая, качественная мужская рубашка. С карманчиком. Здесь вот. С двух сторон карманчики. Вроде простая такая черная рубашка. Ничего особенного. Но новая рубашка такая стоит 260 долларов. 260 долларов. Поэтому за сколько я ее буду продавать, я еще не знаю. Обратите еще раз внимание на название. В первый раз я нахожу эту фирму. Я ее взяла на пробу. Потом вам расскажу. Но новая такая рубашка стоит 260 баксов. Так что я думаю, долларов за 75 я ее продать смогу. Она прям нереально хорошая, качественная. Так. Здесь у меня вот такая вот джинсовка. Я думаю, что она немножечко укороченная. Такая она oversize. С такими огромными карманами. Я ее взяла. Эта фирма, в принципе, она недорогая. Фирма называется она Ashley Vintage Charm. Она недорогая, но мне понравился именно стиль, именно дизайн вот этой вот джинсовки. То, что она такая, знаете, немножко укороченная. Что она такая oversize. Очень классно смотрится. Я ее выставлю долларов за 20, за 25, скорее всего. За 25, чтобы выставить. И выставлю за 25. Так, здесь у меня фирма Lafayette 148. Второй раз, мне кажется, я нахожу эту фирму. Помните, я находила брюки новые у бабушки в магазинах от фирмы Lafayette. Такого хорошего, большого размера. Я продала за приличную сумму. В этот раз я нашла... Сейчас покажу фирму. Вот такую вот женскую, получается, как бы курточка, скорее всего, что это считается. Хотя у вас даже нет ни замочков, ни пуговичков. В общем, open front куртка, скажем так, открытый фронт. И, извиняюсь, и карманы, вот эти вот рукава, они у вас немножко укорочены, я так понимаю, 3 четвертых. Вот эта фирма, цена этих вещей от этой фирмы новых дорогая, там 200 долларов, 300 долларов, 400 долларов. Но на перепродажу многое с нее не заработает. То есть, это одна из таких фирм, которая оригинальная, а цена дорогая, а на перепродажу много с нее не заработать. Ну, как-то так. Вот. Так. Давайте вот здесь покажу вам. Нашла вот такие вот крутые кожаные штаны от фирмы Lord & Tyler. 100% кожа. Размер 6. В отличном состоянии. Они прямые. У меня были кожаные штаны, когда я была, мне кажется, 15 было. Была такая мода на кожаные штаны. И мне так их хотелось. Они были дорогие, но мне мама их купила, и я ходила, у них такая вся модная, выброшала такая в кожаных штанах. Зимой в них хорошо, но вот летом в них нехорошо совершенно. Так. Смотрю, что у меня было никаких дефектов. Пуговички здесь никакой нету, видимо, оторвано. Ну, вот так вот на замочке. И сзади вас вот таким вот образом взяла. Реально кожаные штаны. Сейчас, кстати, очень многие носят кожаные. В основном это кожзам носят. Похоже на кожу тоже какие-то леггинсы, либо какие-то вот такие вот брюки. Сейчас, видимо, это снова мода возвращается, как она была 20 лет назад. Так, нашла вот такие джинсы от фирмы American Eagle. Называется Design Mom Jeans. Стиль этих джинс. И размер шестой. Хороший размер, я их взяла, потому что такая хорошая модель. У меня были такие же от American Eagle. И они вот такая модель именно хорошо продаются. Mom Jeans, и они у вас Distressed. И размер такой шестой. У меня были очень маленького размера, поэтому они долго сидят. Вот эти, я думаю, продадутся у меня достаточно быстро. Долларов за 20, за 25. Так. Нашла для своих любимцев. Постирала только, чтобы пахнет. Новую шубу нашла. Вот такая вот плюшевая. Ну вот кофточка, посмотрите, так одевается. Она для большая. Для розочки она тоже, в принципе, большая. Особенно лапа у них туда залазит. Но лапы всегда можно, знаете, подогнуть. То есть вот так вот одеваете. И вот так они ходили. Нужно было вчера снять видео. Это размер medium. Размер medium. Она такая мягкая, пушистая, приятная. То есть вот здесь поводок просовываете. И вот так вот собачка идет. На обе одели. Она сидит, не может пошевелиться. Сидит такая, боится шевелиться. Надели на розу. Роза сначала начала вот так вот прыгать, а не бегать. Потом Кэтрин пыталась ее поймать. Мы хотели с нее снять. Она не давала себя снять. Она рычала. В общем, было весело вчера. Нужно было снять для вас. Я сейчас не буду экспериментировать. Они у меня спят. Я не хочу их слить. Вон там они у меня лежат спят. Кошата мои. Так. Нашла пару кепок. Первая кепка в отличном состоянии. Нью-Йорк. Эта фирма называется New Era. Которая выпускает всякие вот такие вот спортивные кепочки. NBA. В отличном просто состоянии. Вот такая вот кепка New York. New York. New York. Мне кепки не идут. Не знаю, сколько. Я их не пыталась носить. Мне кепки совершенно не идут. Не знаю. Я даже не хочу туда залезть. Вот. Нашла еще одну кепку от фирмы Lacoste. Это L. Это крокодил. И сзади вот такая вот в них, видите, штучка. Я сначала думала, что это Гочи. Потому что, видите, вот такие расцветки Гочи. Размер 0,0. Lacoste. Может быть, это кепка мне больше. Не, у меня голова слишком большая для кепок. Мне большая. Я хочу обращать внимание. Так. Нашла сумку абсолютно новую от фирмы Bank. Bank это наше местное напиток энергетики. Я не знаю, где есть он в других странах. Но я помню, когда мы работали на заправке, если вы помните. Примерно 5-6 лет назад это было. И эта компания только выходила на маркет. Они к нам привозили туда водители. Привозили вот эти вот вкусы. Продавалось очень медленно. Я не знаю, что случилось. Они вот так вот просто взлетели. И сейчас у них есть свой мерч. И вот такая вот сумка. Это сумка для джима. Написано Carry All Gym Bag. И вот здесь вот все. Я не хочу ее распечатывать. Я, скорее всего, что найду эту сумку у них на сайте. И выставлю фотки. И продам ее. Вот так вот. Так. Ну, и сейчас на прощание хочу вам показать, наверное, самые крутые и самые неожиданные по цене находки. Если вы помните, я нашла вот такую вот мишку вчера. Написано Elvis. Мишка Elvis. Такая очень хорошая статюеточка. Не знаю, что за фирма. Написано что-то. Collectable у него есть свой номер. 2003 года. Всего их 95. Нет, не то читаю. Вот что здесь написано. Еще раз показываю, как она выглядит. И я была приятно удивлена, что вот этот мишка продается за 40, за 45 долларов его продают люди. Приятная находка. Дальше. Следующая приятная, неожиданная находка. Это вот такая вот сумочка. Помните, я показывала вам на свалке в предыдущем видео, когда я шла и смотрю. Лежит какая-то сумка такая хорошая, качественная. Думаю, сначала винтаж. Потому что здесь видите, какой пони на лошадке. Открываю эту сумку. Ралф Лорен. Ралф Лорен. Она в отличном состоянии. Я понять не могу, что такое происходит. Здесь уже в этом бине все перерыли. И эта сумка до сих пор лежит. Что такое? Не знаю, неважно. Но я не стала даже ее смотреть, делать ресерч, что почем и так далее. Вы знаете, вот сзади тоже видите, есть каманчик. Я ее просто взяла, потому что я чувствую, что... Но чуйка у меня что-то с сумкой будет дорогая. Что она, возможно, винтажная. Окей. Но я была абсолютно права. Единственное, что в этой сумке нету. Сюда вставляется вот такой вот ремешок. И то есть вы можете носить как бы на плече, как бы как с crossbody bag. Но в любом случае можно я ее продавать. И в таких условиях. И сейчас я для вас вставлю фотографию, за сколько такая сумка продается. Что вы думаете? Я была очень приятно удивлена. За сколько я ее выставлю, я еще не знаю. Но я думаю, долларов за сто я ее выставлю точно. Вот так. Так. И последняя находка с барахолочки. Тоже очень хорошая. Тоже очень крутая. Это второй раз я нахожу на свалке барахолки. Именно такой хорошей, качественной вещью. Это Tory Burch. Это размер small. Tory Burch, вы знаете, я нахожу иногда. Так что, ну вот именно это одна из дорогих вещей Tory Burch. Это у нас такой вот кардиган с карманчиками. Вот здесь у вас вот такие вот необычные пуговички. С такими деталями, видите? Это шерсть. Это отличное качество. Вставляю сбоку фотографию. За сколько продают такой свитер? Новый такой стоит, если не изменяет память, 398 либо 498. Мне кажется, 398. За сколько я его хочу продать? Я думаю, больше 100 долларов. Вот так вот. Я считаю, что мне вчера очень-очень повезло. На свалке барахолки, что я нашла, в принципе, не так уж много вещей. Но вещи, которые я нашла, они хорошие, качественные и крутые. Вот так вот на сегодня все. Такой вот обзор со свалки барахолки. Пишите, какая самая крутая находка для вас. Это у нас был последний обзор с барахолки за 2022 год. Посмотрим, что же нам приготовил 2023. Но 2022 год, последний день, меня радует. Вы заметили, что я нашла очень хорошие находки. И ушла я вчера пораньше. Могла бы я остаться еще, потому что вчера они просто продолжали привозить, привозить, привозить. Но я уже устала, скажу честно. У меня уже не было сил. Мы с Кэтрин собирались еще ехать, кстати, по делам. Мы в Икею с ней вчера ездили. И в первый раз, представляете, в первый раз, что мы живем здесь, мы ездили в Икею. Кстати, видео с Икеи на сайте Наталья Майами Влог. Это мой второй канал влогов. Все вам интересно. На сегодня все. Закрываем 2022 год. Наверное, я хочу для вас снять видео, подвести итоги по финансам. Напишите в комментариях, если бы вы хотели узнать, сколько я смогла заработать на барахолке за 2022 год. Я думаю, что людям было бы такое видео интересно. Какой прогресс у меня с 2021 года. Это видео я хочу сделать ни в коем случае не похвастаться ничего. Там хвастаться абсолютно нечем. Вы знаете, как это тяжело мне дается, сколько труда это вкладывалось, сколько времени, сколько энергии, и сколько барахла прошлось перебрать для того, чтобы заработать. И том-то заработала я, в принципе, немного. Но я считаю, что для партайм, то есть неполной занятости, это хороший бонус, скажем так. Вот так вот. Если вам интересно, напишите в комментариях, и я сниму для вас видео, и подведу итоги. Сколько я заработала на каждой платформе, и в общем. Скрывать там нечего, потому что за все за это платятся в налоге, так что скрывать мне нечего. Ладно, спасибо большое за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok